Почему после физических нагрузок могут болеть мышцы? Меня зовут Лисенкова Ольга, здесь все о медицине и здоровье простым языком. Вы слышали о молочной кислоте? Так вот, вся загвоздка как раз в ней, сейчас расскажу подробнее. Мышца, как и другие ткани организма, требует большого количества энергии, в том числе, которая нам дает железо. Питательные вещества и кислород после выполнения своего питательного долга расщепляются на углекислый газ и в воду. Интенсивные физические нагрузки связаны с умеренной нехваткой кислорода, и этот кислородный долг нужно отдавать. Главным источником энергии является молекула АТФ, а железо играет важную роль в этом процессе. Кстати, под влиянием систематических тренировок количество наших митохондрий в теле увеличивается. Митохондрии это наши батарейки, энергетические станции клеток, а нарушение продукции энергии связано с дефицитом железа. При сильной нагрузке на мышцы кислорода им не хватит, в результате запускается план Б. Органические соединения расщепляются не полностью, и вместо углекислоты и воды образуется молочная кислота. Накопившаяся молочная кислота вызывает ту самую мышечную боль, так называемую крепатуру, а так как она выводится из организма гораздо дольше, чем углекислый газ и вода, боль остается на несколько часов или даже дней. Восполнение дефицита, в том числе железо, избавит вас от боли в мышцах после тренировок и даст достаточное количество энергии. Какие добавки нам помогут? Конечно же магний, особенно молот, он снимает забитость мышц. Можно использовать до или после тренировки. Также цитрулин, есть цитрулиномолат, можно смешивать магний молот плюс цитрулин в порошке, например, и брать в бутылки с собой на тренировку. Дерибоза для усиления клеточной энергии, также хороша при активных физических нагрузках, улучшает восстановление мышц у спортсменов. Принимают от 1000 миллиграмм. Элькарнитин, он помогает жирным кислотам проникать в митохондрии клеток, благодаря чему жиры быстро окисляются и перерабатываются в энергию. Проще говоря, помогает нашему организму быстрее переработать неполезные жиры в нужную нам энергию. Кроме того, элькарнитин снижает концентрацию молочной кислоты в мышцах, а значит крепатура после занятий будет не такой сильной. Принимать нужно до тренировок, обычно рекомендуют дозировки 1500 миллиграмм. Глутамин помогает восстанавливать мышцы. Все эти вещества можно использовать в один прием, но работать они будут только если вы двигаетесь, а не лежите на диване. Имеются противопоказания? Проконсультируйтесь со специалистом и делитесь в комментариях, что вы принимаете из этого перечня.